Это было время, когда сразу два императорских двора правили страной и вели друг с другом бесконечные войны. Когда жители страны восходящего солнца впервые познакомились с огнестрельным оружием, а институт самураев достиг наивысшего могущества. Япония эпохи Мурамати. У меня сегодня в гостях историки Александр Мещеряков и Алексей Горбулев. Здравствуйте, господа. Александр Мещеряков окончил Институт страны Азии и Африки при Московском государственном университете. Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций в том числе «Древняя Япония. Буддизм и синтоизм», «Японский император и русский царь», «Император Мэдзи и его Япония». Алексей Горбулев окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, кафедра истории и культуры Японии, Института страны Азии и Африки при МГУ. Первый заместитель исполнительного директора Федерации Кюкусин-Канкарате до России. Преподаватель Института страны Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Открывается эта эпоха таким периодом, который в японской историографии известен как период Ломоносова. В период южных и северных династий страна переживала период междоусобиц. В ходе этих междоусобиц образовалось несколько полюсов власти. Новая династия Сёгунов, военных правителей из рода Осикаго, взяла под свой контроль основную массу военных домов и вела борьбу с императорским родом. — Здесь, наверное, надо сказать, с чего всё начиналось. С того, что первый император до появления второго решил укрепить свою власть при помощи Сёгуна, однако тот, выражаясь современным языком, его кинул и назначил своего императора. — На самом деле, конечно, очень трудно начать разговор сразу об эпохе Мурамача, потому что очень многие конфликты, которые выплыли на поверхность в этот период, они имеют очень давние корни. Действительно, уже на протяжении нескольких столетий происходило формирование двуполярной системы власти, когда, с одной стороны, существовал императорский двор во главе с императором и большим окружением аристократов, родовая знать. С другой стороны, формируется власть военного сословия. В эпоху Камакура, предшествующую той эпохе, которую мы сейчас рассматриваем, постепенно сложилась система, которая называется Кобус-Эдзи, то есть политика осуществлялась одновременно аристократии и военной. Властные полномочия были разделены. Камакура – исторический период 1185 по 1333 год. Назван по имени города Камакура, поначалу небольшой деревни, ставшей центром первого сюгуната в Японии. В результате столкновений между родами Минамото, Фудзивара и Тайра последний вышел победителем, оттеснив род Фудзивара от власти. Клан Минамото подвергся суровым преследованиям. Юритому Минамото собрал войска и в 1180 году снова начал войну, одержав победу через пять лет. Он заставил императора признать свое господство и устроил свою ставку в приморской деревне Камакура. В 1333 году каматорский сюгунот пал, уступив место сюгунату Мурамате. Но постепенно военное сословие укрепляло свои позиции и, естественно, делало это за счет императорского двора. Императорский двор не мог мириться с такой ситуацией. И в начале 14 века мы видим, что на престол восходит молодой деятельный правитель по имени Годайго, который вознамерился восстановить былое правление, прямое, непосредственное, могущественное именно императорского двора, оттеснив военных на подобающее место слуг и защитников государства, не претендующих на абсолютную власть. Вот это один из центральных конфликтов, которые определяли сущность процессов в эпоху Мурамате, в начале этой эпохи. Вот именно в этот период Южной и Северной династии. При этом так повелось историю, что Сёгунов формально назначали военными правителями страны, руководителями воинов в масштабах всей страны, именно императоры. То есть источником легитимности Сёгуна во всяком случае был император. Поэтому, когда в 30-е годы XIV века вспыхнул конфликт между лидером военного сословия Асикаго Такаудзи и этим самым Годайго, который пришел к власти через борьбу с воинами и был намерен отнять, так сказать, остатки этой власти у воинов, Такаудзи сразу же апеллировал к представителям другой ветви императорского дома с тем, чтобы его власть также была легитимной. И в 1338 году получил звание Сёгуна. Сёгун – военно-феодальный правитель Японии XII-XIX веков. По преданию, титул Сёгуна впервые учредила императрица Кейка, хотя первые документальные свидетельства существования этого титула относятся к эпохе Нара – 710-794 годы. В этот период правительство Японии предприняло ряд военных экспедиций против племен Айну, населявших в северную часть японского архипелага. Главный командующий войск получал титул Сейту Сёгун – генералиссимус, покоряющий Восток, или великий полководец и покоритель варваров. Позже титул был изменен до Сёгун. Мы говорим о периоде Мурамачи, да, это почему Мурамачи – расшифровать слово. Если при прежнем Сёгунате Минамото, рода Минамото, ставка находилась в Камакуро, неподалеку от нынешнего Токио, то Асикаго перенесли свою ставку в Киото, поближе к императору, и, собственно говоря, Мурамачи – это название одного из районов в Киото. То есть, если раньше определенное двовластие, оно было разведено довольно сильно в пространстве, то теперь они оказались довольно близко друг к другу. Да, довольно чудная ситуация, когда в стране два императора. Два императора, да. Один легитимный, второго марионеточного поставил Сёгун. Ну, и Сёгунов на самом деле было двое, потому что, собственно говоря, Южная династия, она поставила своего Сёгуна, но только он назывался не Сёгун-покоритель Востока, а Сёгун-покоритель Запада. И в качестве такого Сёгуна фигурировал один из принцев. И, то есть, уже это самое, не только императоров два, но и Сёгунов тоже двое. Да, такое раздвоение личности никогда до добра не доводило, что называется. Необходимо немножко всё-таки вернуться в предысторию вот этих всех событий. Предшествовала Сёгунская династия Асикаго, другая Сёгунская династия, династия Минамото, о которой Ксен Калач уже упомянул. Да, могучая была весьма. Но в действительности эта династия Минамото, восходящая к основателю первого Сёгуната Юритому, она пресеклась на третьей малопотомке. Очень рано. И далее Сёгуны – это были ставленники различных аристократических родов, а с середины уже XIII века это были представители императорского дома. То есть произошло как бы сращение в определенном смысле императорского двора и Сёгуната. Сёгун – это был тоже представитель императорского дома. Но ситуация политическая складывалась таким образом, что реальная власть при Сёгунате Минамото перешла из рук этого самого Сёгуна, который был в фигуре чисто символической, к ближайшим его советникам, так называемым Сиккенам, которые выступали в качестве канцлеров и осуществляли реальное управление всеми властными структурами, правили фактически в стране. Но, тем не менее, вот такое сращение императорского двора и Сёгуната, оно подкрепляло определенные претензии императорского двора на возможность осуществлять полный и непосредственный контроль в масштабах всей страны, тогда как Сиккены выступали, ну, с точки зрения императорского двора, нелегитимными узурпаторами власти. Более того, эти Сиккены Ходжо, проводя во властные структуры своих представителей, родичей, представителей союзных кланов, сумели настроить значительную часть самурайства против себя. И вот этот клубок противоречий, он и взорвался междуусобной войной в 1333-1336 годах. Со второй половины 13-го века образовалось две ветви в императорском доме. Они конкурировали между собой. Была масса интриг за право занять пост императора, занять пост главы императорского дома. Это отдельная фигура, как правило, это отрекшийся император, но это человек, который контролировал все имущество императорского дома. То есть там существовала своя борьба. И Сиккены Ходжо, они, в общем, придумали такой способ контролировать процессы, происходящие при императорском дворе, что ввели за правило, во-первых, чередовать эти линии на императорском троне, а во-вторых, ограничить срок пребывания императора не более чем 10 годами. То есть каждый из них отбывал свой срок и должен был передать представителю другой ветви. Тем самым нейтрализовалась эффективность их каких-то политических потуг, направленных на изменение ситуации, коренное изменение. Годайго, который был в возрасте 31 года, когда пришел к власти, он, конечно, с этим мириться не собирался. Он начал объединять вокруг себя силы. Это были самые разнородные силы. Это были и воинские кланы, которые выступали против засилия представителей дома Ходжо. Это были императорские окружения. Это было большое количество аристократов. Это были буддийские монастыри. На самом деле Годайго имел несколько сыновей. Одного из них он сделал главой могущественной буддийской школы Тендай, которая располагала большими земельными владениями собственной армии монахов. То есть Годайго очень основательно готовился к борьбе с Ходжо. Был подготовлен заговор. Был этот заговор раскрыт. Сам Годайго оказался в ссылке. Но силы проимператорские и настроенные враждебно по отношению к Ходжо выступили с такой силой, что разгромили сторонников Ходжо и в Киото, и в Камакура, и установили правление Годайго в стране. Но вот здесь было посеяно одновременно зерно будущего конфликта. Годайго считал, что он будет править сам, восстановит прямое императорское правление, всю систему власти, в которой для самураев, по сути дела, не отводилось никакого существенного места. Не учитывал он, что прошли уже длительный путь формирования феодальной отношения. Когда Асикаго Такаудзи, который помог ему одержать победу в этой войне с Ходжо, он рассматривал себя как сюзерена, а всех представителей других военных кланов, как своих вассалов, с которыми нужно было считаться, с которыми нужно было расплатиться за борьбу, за поддержку, земельными пожалованиями, назначениями на посты. Вот возник такой конфликт, который в итоге взорвался войной, и эта война с 1336 года по 1392 год будет продолжаться в стране. Самураи от японского самурау служить. Феодальной Японии 13-19 веков военно-феодальные сословия мелких дворян. В широком смысле под самураями понимались все светские феодалы. В средневековом кодексе поведения японских самураев Бусидо были воедино соединены 4 учения. Прежде всего, здесь выражено влияние буддизма, который внес в Бусидо спокойную веру в судьбу, стоицизм ввиду опасности, презрение к смерти. Синтоизм внес учения о культе предков, сыновнюю почтительность и уважение к старшим. И вообще лояльность. Война всех против всех, по сути, потому что местные князьки тоже захотели самостийности, партия дай порулить. У всех к этому времени уже худо-бедно были свои воинские формирования, и борьба шла всех против всех. Местные князья не хотели платить налоги центру, соответственно, центр присылал инспекцию вооруженную, и начиналось. Ну и плюс война двух кланов. Ну там конфигурация вот этих противооборствующих сторон, она действительно так довольно сильно менялась. Мне хотелось бы затронуть другую тему, ну то есть имеющие отношения. Все время в источниках того времени звучит такой лейтмотив, о котором Алексей Михайлович уже сказал. Не были достойно вознаграждены. Ну а собственно говоря, что такое достойно вознаградить? Дать землю. А земле всего ничего. К тому времени, вот как бы вот этот главный ресурс земледельческого общества, земля, в Японии подошел к концу. Поэтому как бы всем хочется земли, это не то, что там Годайго или там кто-нибудь был такой неблагодарный. Я так думаю, что они, конечно, хотели отблагодарить, но нечем было. Нечем было. Дело в том, что после победы над Ходзю и их сторонниками была произведена масштабная конфискация земель. В общем, ресурс для вознаграждения был. И известно, что Годайго, он, во-первых, вознаграждил многих представителей своего окружения аристократического, включая даже придворных дам, которые, естественно, никакого участия в войне. Это нам так кажется. Да. Вероятно, не принимали. Второй момент, который тоже принципиально важен, это то, что Асикаго Токаудзи, выступая в борьбе с Ходзи, определенно лидером военного сословия, добивался назначения его сёгуном. На что Годайго не согласился, назначил сёгунами, одного на восток страны, второго на запад, двоих своих сыновей, которые, да, сыграли определенную роль в войне, но не ключевую. А потом это были аристократы, которых ставили во главе воинов в то время, когда в стране реально проистекал осмутр. Поэтому, конечно, здесь очень трудно описать этот конфликт в нескольких словах. Да, потому что громадное количество участников, да, и вот действительно конфигурация всё время немножко меняется. Улица на улицу, двор на двор. Причём земля ведь была гигантской ценностью в то время, это была единственная ценность, которую, ну, в то время, ну, ценили представители военных домов. Поэтому Асикаго Токаудзи, когда началась его война уже с Годайго на следующем этапе, для того, чтобы привлечь к себе сторонников из разных регионов страны, военные кланы, он был необычайно щедрым. Он, приглашая рот военной Хосокава, которая обладала большой дружиной, ему предлагал весь остров Секоку. Пожалуйста, весь остров будет ваш, вы получите его в качестве военных губернаторов. Раздавал провинции военным кланам, это единственное, чем он их мог привлечь. И действительно, благодаря этому ему удалось сколотить мощный фронт против императора, развернуть борьбу на западе острова Хонсю, хотя он там не имел никаких первоначально позиций, потому что собственные владения рода Асикаго находились на востоке страны, в Канто. И благодаря этому ему удалось одержать победу в войне. В конечном итоге, при третьем Сегуне, уже династии Асикаго, при Асикаго и Юсимицу, Южный двор, так называемый, выступавший на протяжении десятилетий против Сегуната, введший большую вооруженную борьбу, выигравший массу сражений, был вынужден капитулировать, согласиться на условия Сегуна. Хотя именно этот, эта ветвь императорского рода была признана легитимной. Насколько я знаю, в дальнейшем представители, так называемые, Северного двора, их просто из императорской генеалогии удалили. Вроде как они... Ну, по сути, в эпоху Мурамати институт Сегуната приобретает то могущество, которое потом на протяжении двухсот с лишним лет будет присуще клану Токугава. То есть они как бы подготовили почву таким образом для военного правления. И, наверное, в общем-то, впоследствии приход к власти Токугавы объясняется тем, что в стране творился страшный бардак. Причем на протяжении двухсот с лишним лет. Вот как бы все это происходило. И тут, наверное, еще надо сказать, каково было состояние экономики и сельского хозяйства. Потому что вот эти вот все бесконечные войны, которые они между собой вели, там, южные и северные кланы, местные землевладельцы и чиновники, которых военные присылали взымать налоги. Все это приводило к тому, что сельское хозяйство приходило в упадок. Ведь случался голод неоднократно в эту эпоху. Случались засухи. Случались крестьянские восстания. И ни одно, и ни два. Ну и плюс, как бы, самураям тоже чем-то надо было заниматься, соответственно. Основное занятие было ведение локальных и стратегических боевых операций. Я так понимаю, что именно в эпоху Мурамати институт самураев достигает, в общем, апогея. Использование своего значения и использование по назначению, что называется. Ну, во всяком случае, роль военных в это время чрезвычайно велика. И нужно, мне кажется, подчеркнуть следующее, что вот эта логика борьбы, логика войны, она, может быть, поначалу не так и сильно крестьян затрагивала. Но там, скажем, ко второй половине 16 века последствия были действительно очень жестокие, потому что возрастала степень жестокости. Если раньше, ну, в общем, не было принято вырезать рот, вырезать деревню. Ну, вырезать город, что случалось тоже. Но во второй половине 16 века уже вот эта эскалация жестокости, она хорошо очень видна. И, безусловно, совершенно видно это и на том, как крестьяне живут. И, видимо, происходит все-таки определенная депопуляция, да. Как бы к концу этого периода население Японии оценивается, там, где-то в 12 миллионов человек на рубеже 16-18 веков, да. Что, в принципе, довольно мало для того типа хозяйственной, который они вели, потому что, там, скажем, в 8 веке это 6 миллионов человек, да. Как только кончились эти войны, перепись населения, проведенная в начале 18 века, показала, что население возросло приблизительно до 31 миллиона человек, да. То есть прекращение войны явно и очень сильно благоприятно повлияло на ситуацию в стране. Ну да, и одновременно ведение бесконечных войн приводило к демографическому упадку. То есть и вырезали, и рожали меньше, и... Вызывало меньше, еды меньше. Конечно, многие факторы, безусловно, работали на депопуляцию страны. Но, но здесь мы должны учитывать вот такое обстоятельство любопытное. В начале эпохи Мурамачи, вот те сражения эпохи Северного и Южного Дворов, которые мы наблюдаем, это сражения, которые вели сравнительно малочисленные армии, составленные из ограниченного количества дружинников. Это были феодальные ополчения, по сути дела. Но в целом численность их была очень велика. По несколько тысяч человек. В конце XVI века мы обнаружили в Японии гигантские армии по тем меркам. Общая мобилизационная, так сказать, ведомость Сюгуната-Докугава по состоянию на середину XVII века, она включала свыше 250 тысяч воинов. Это были не феодальные ополченцы. Это были люди, которые занимались только военным делом. Профессиональные военные. Которые уже были отделены от земли, находились на полном содержании казны. То есть, на самом деле, при всех вот этих вот негативных влияниях, которые оказывали войны, вот именно в эту эпоху, о которой мы говорим, формируется новый тип феодального властителя, князя, который имеет компактное земельное владение, достаточно большое. В нем выступает как рачительный хозяин и обеспечивает такой подъем экономики, который позволил огромную массу населения отделить от земли полностью от участия в процессах производства. Это многочисленные армии, которые насчитывали десятки тысяч человек, которые вообще не занимались сельским хозяйством. Что интересно, ведь в этот период крестьяне, которых эти бесконечные междуусобицы просто достали, начали строить вокруг своих деревень нечто типа крепостей, возводить частоколы, какие-то простейшие укрепления. Стали возникать ситуации, когда существовало крестьянское самоуправление. И, в общем-то, видимо, в этот период происходят какие-то радикальные изменения в ведении сельского хозяйства, поскольку, как вы сказали, образуется избыточный продукт. Ну, мы знаем из эпохи Камакура, что, так сказать, почти повсеместно получило распространение двойной пассив во два раза в год. То есть, конечно, урожайность была достаточно высокая, но постепенно развивалась система ирригации, потому что рисоводство, которое составляло основу сельского хозяйства японского, требовало применения тщательно разработанных систем ирригационных. Вот когда вот это двоевластие в Сёянах было упразднено, пришел военный, который вышвырнул гражданского собственника, сказал, что ничего не будете получать. Я сам себе здесь хозяин. Да, он сумел зажать горло крестьян, которые тоже, естественно, не очень были этим довольны. И у них были органы самоуправления, были отряды самообороны, и тоже с ними было не так просто иметь дело. Но в конечном итоге воины местные, они все-таки взяли власть в свои руки, они понимали, что они пришли на эту землю не на один день, и задача их не сорвать вот сейчас, а они пришли сюда надолго и должны думать о том, как эту землю управлять. И вот в середине XVI века мы наблюдаем такие явления, когда полководцы, известные своими походами, одновременно оказываются талантливыми администраторами, управляющими. Например, Токеда Синген знаменитый, строит знаменитые дамбы Синген. Он защитил целый район от ежегодных наводнений и гибели значительной части урожая. Строятся каналы, строятся различные запруды для того, чтобы обеспечить орошение в необходимые условия. Как показывают исследования, вот этот взрыв популяционный, токугавский, он был обеспечен, конечно, прекращением войн, но самое главное тем, что в период середины XV века по конец XVI века были проведены повсеместно такие работы по совершенствованию ирригации, защите от наводнений и так далее, которые обеспечили возможность бурного развития сельского хозяйства. Ну, по сути, коку риса становится разменной валютой. То есть очень многие документы того времени и времени токугавы там фигурируют как бы за рис, то, за рис и это. Фьючерсные поставки риса от грядущего урожая за то, за все, за пятое, за десятое. Ну, конечно, рис становится, ну, как бы, всеобщим эквивалентом, да, но, конечно, нужно иметь в виду, да, это с одной стороны это так, с другой стороны это свидетельствует об упадке денежного обращения в период войны, да, как бы такая натурализация экономики. Ну, во время войн деньги всегда обесцениваются. Всегда обесцениваются, тем более, что, насколько я понимаю, Япония того времени не так много и монеты чеканила, так это в основном китайское ходило, да, вполне хватало, да, то, что производилось в Китае. Ну, наверное, надо сказать несколько слов еще и о развитии искусств и ремесел в этот период, потому что и император, и Сёгун были большими эстетами, любили слушать музыку, смотреть спектакли театра, но... В то время, да, довольно много вошло в обиход таких вещей, которые потом были признаны, ну, как бы... Национальным достоянием. Национальным достоянием, визитной карточкой японской культуры, да, потому что именно в это время получает большее развитие, чем раньше, театр «Но», да, такая классическая драма, которую Сёгуны очень любили, да, содержали трупы, в конце концов. И даже сами иногда участвовали в постановках. Сами иногда участвовали в постановках, совершенно верно. Именно в это время получает развитие такая поэтическая форма, как ренга, переводится как «сцепленные строфы», да, это когда несколько участников сочиняют, ну, как бы, такую большую поэму коллективно, да, они перекидываются стихами, вот, и потом вставляется общий текст, да, довольно знаменитая вещь для японской культуры. Ну, именно в это время там, конечно, очень много было разрушено, что было построено в то время, но, скажем, дошел до нашего времени знаменитый золотой павильон в Киото, да, в котором жил второй сёгун династии Асикаго, Йосемицу, вот. Он восстановлен, отреставрирован, конечно, дошел не совсем в первоначальном виде, но это такое, считается, очень знаменитое сооружение, оно покрыто все золотом изнутри, да. Но парадокс стоит в том, что, ну, традиционно, вслед за Марко Поло считали, что Япония страна очень богатая, что там золота много, что, ну, в общем, было некоторым мифом, да. Но вот этот золотой павильон, он как бы служил подтверждением тому, да, что это вроде бы действительно так. Ну, хотя, на самом деле, это было совсем не так. Совсем не так, и сооружение, это, в общем, крошечное, и золото понадобилось, ничтожное количество. Если сравнить с дворцами, там, или храмами европейского средневековья, то, конечно, масштабность и грандиозность этого золотого павильона будет поставлена, безусловно, под сомнение. Ну, да, а если сравнить с Каракарумом, стены которого были покрыты золотом, то вообще как-то скромно. Конечно, скромно, скромно, конечно, скромно, безусловно. Здесь, наверное, надо сказать еще и о чайной церемонии, которая в этот период была доведена, ну, до абсолюта, наверное. Потому что и сёгуны, и императоры любили почаёвничать. Чайная церемония Действительно, в это время получает большое распространение, во-первых, питье чая, да. Завозим его из Китая. Завозили. Дело не в том, что завозили. Его и раньше завозили. Но сейчас реально начинают разбиваться плантации, да, и выращиваться японский чай. С чем это было связано? Это первичный мотив, да, был связан с дзен-буддизмом, потому что, ну, вот, получает распространение дзен-буддизм, и он поддерживается в качестве, ну, как бы официальной такой идеологии. Значит, как известно, дзенские монахи очень много времени проводят в медитации. И там очень трудно, пребывая в такой медитации, не заснуть, да. Но наставник ходит сзади с бамбуковой палкой и смотрит, чтобы вы не заснули. Но в качестве средства, которое помогало бы вам сохранять хорошее расположение духа и бодрствовать, применялся чай. Поэтому в рацион дзенских монахов чай входит, ну, вот, как обязательное. И уже на этой основе начинают развиваться разные культурные вещи не только в среде монахов, но и в миру тоже. Дзен, дзен-буддизм, школа японского буддизма, получившая широкое распространение в 12-13 веках. В дзен-буддизме выделяются две основные секты. Ринзай, основанная Эйсаем, и Сото, первым проповедником которого был Доген. Особенность этого вероучения состоит в усиленном подчеркивании роли медитации и других способов психотренинга в достижении сатари. Сатари означает душевное спокойствие, равновесие, ощущение небытия, внутреннее просветление. Особенно широкое распространение дзен получил в 14-15 веках среди самураев, когда его идеи стали пользоваться покровительством сёгунов. Но нужно сказать, что сёгуны поддерживали действительно это чаепитие. Там существует такая легенда, когда монах Эйсай, он отправился в Китай, привёз оттуда семена чая, посадил. Я сейчас не помню кого, но, в общем, кого-то из сёгунов, который был большой охотник Двина, он прельщал чем? Что это лучшее средство от похмелья. И тот, значит, употребил с утра и убедился, что это именно так, и велел, чтобы никаких препятствий не чинилось. И устраивались чайные турниры. Они бывали разные, но, в частности, дело было это не в том, кто больше чаю выпьет, а, предположим, предлагалось 10 чашечек напитка. Вот, тем, кто соревновался, нужно было выпить этот чай и определить, с какой имплантацией. Ну, и начинает формироваться классическая чайная церемония, когда появляется там чайный мастер, появляются гости, которые посещают эту чайную церемонию. Ну, они, естественно, не только пьют чай, но там сочиняют стихи, да, это как-то объединяются общим духом Будды, приближаются к просветлению и так далее. Есть ряд очень интересных вещей, связанных с чайной церемонией. По сути, чайная церемония – это был определенный род символизма. Вот у Джеймса Клевелла в Сёбоне описывается чайная церемония, когда в чайном домике уединяются муж и жена, конфликтующие между собой. Они молчат, они ничего не произносят, но потому, кто и сколько выпил чашечек чая, кто кому налил, кто стал пить, кто не стал, то совершенно очевидно, что один из супругов хочет донести до сознания другого. И вот происходит такой чайный конфликт без единого произнесенного вслух слова, и каждый понимает, что другой хочет этим сказать. Опять же, когда чайная церемония проходила при дворе, то, как вот у нас бояре на лавках сидели, здесь priorities определялись тоже, кому подают первым, вторым, двадцать пятым. То есть табель о рангах обозначалась. И если там достаточно высоко поставленному чиновнику давали чашечку с чаем не по его очередности, а позже, это уже было намеком, звоночком, обозначением отношений. Что касается посуды для чайной церемонии, в основном это обливная керамика. Причем достаточно простая. Если мы не берем китайскую завозную, а вот японскую, она, опять же, представляла собой предмет для созерцания. Потому что, как японцы смотрят на камни, полумедитируя, точно так же они смотрят и на посуду, на потеки. Одно из японских высказываний, которое я очень ценю, симметрия враг красоты. Там дело не только в рассматривании, потому что рассматривать можно и обливную керамику, и лощеную керамику, и все. А мне кажется, большое значение имеет тактильное восприятие, которое, мне кажется, в Японии было довольно хорошо развито. В пределе, если в европейской культуре смотреть важнее, чем щупать, то там действительно вот эта очень важная вещь – ощутить некоторую шероховатость, тепло рук мастера, глины, из которой было сделано и так далее. Причем котел, в котором кипела вода, был всегда открытым. И этому есть одно хорошее объяснение. Еще за 800 лет до нашей эры китайцы написали первый известный трактат о чае. И вот человек, который кипятит чай, воду для чая, чайный мастер, он сидит и внимательно смотрит за размером пузырьков. Потому что для зеленого чая, допустим, пузырьки должны быть с крабий глаз. И не больше. Для черного чая пузырьки должны быть с рыбий глаз. А вот если вода начинает бурлить, то она называется либо стариковская вода, либо мертвая вода вообще. Ее надо выплеснуть, и использовать ее уже нельзя. Опять же, вот эта процедура переливания из одной емкости в другую тоже носила определенный смысл. Потому что чай, оказывается, надо пить, когда у него температура 47 градусов по Цельсию, ну, как бы выражаясь нынешними мерами. Как уж они это выясняли, я не знаю. Но они добивались правильной температуры, чтобы чай не обжигал язык, небо, и чтобы можно было распробовать его вкус. Замечательная легенда, да, я забыл о ней сказать, собственно говоря, о происхождении чая, она же тоже связана с основателем дзен или чань-буддизма Бодхитхармой, что вот когда он сидел и медитировал, и он как раз заснул, да, заснул, и он так на себя рассердился, что он вырвал ресницы, да, бросил их себе за спину, вот, и вот из этих ресниц и выросли чайные кусты. И, на самом деле, профессионалы, они вот эти вот чинки, да, они называются ресницами, да, это как бы, может быть, они и забыли эту легенду, но, тем не менее, это название осталось. Вообще, конечно, чайная церемония, она была неразрывно связана с дзен-буддизмом. А дзен-буддизм – это, ну, это дух того времени, о котором мы с вами говорим, потому что основные идеи в различных искусствах, они черпались от дзен-буддизма, были пронизаны духом дзен-буддизма. Буддизм, дзен учил о том, что жизнь человека бренна, ничто не вечно. И жизнь, которую люди видели вокруг себя, она это полностью подтверждала. Поэтому мудиокан, то есть ощущение непостоянства всего, пронизывало пространство, и люди это прекрасно чувствовали. Наверное, надо сказать несколько слов еще о таком явлении, как морские пираты Японии, которые сильно досаждали соседей. И роль острова Цусима весьма и весьма неоднозначная в этом контексте. Ну, если говорить о Японском императорстве, то это явление достаточно давнее, но особый импульс в своем развитии она получила в конце XIII века. Тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов, Япония оказалась под угрозой монгольского нашествия. Было очевидно, что противник будет осуществлять переброску своих войск морем, нужно было противостоять переброске, и начали строить флот. Небольшие были корабли, составляли их команды, как правило, вторые, третьи, младшие сыновья из самурайских родов. И им ставилась задача встретить противника в море, не дать осуществить высадку. Известно, что во время второго нашествия монголов на Японию в 1281 году действительно многие монгольские корабли были атакованы японскими кораблями. Далее затевалась большая масштабная экспедиция в Корею, так сказать, бить врага в его логове, потому что с корейского полуострова приходили монгольские и корейские войска, которые участвовали в этих нашествиях. И конец XIII века, начало XIV века, это был период, когда японские пираты, действовавшие фактически уже по своему почину, они буквально вычищали все побережье Кореи. Корейские власти были принуждены бороться с этим явлением, мобилизовать все силы и смогли в конце концов нанести поражение японским пиратам в морской битве, заставить их отступить. — Базировались они в основном на острове Цусима, то есть там, можно сказать, было пиратское государство, по сути. — Нет, так нельзя сказать, потому что на самом деле основные базы находились на острове Кюсю на севере, традиционно в тех районах, через которые следовало контакт с Китаем. Цусима — слишком маленький остров, это перевалочная база. Впоследствии там будет княжество, которое будет единственным поддерживать отношения дипломатически с Кореи в эпоху Тукугава. Но там, собственно говоря, не было возможности для базирования больших флотов. А уже в конце 15-го, начале 16-го века действительно начинается период так называемых поздних ваку, поздних японских пиратов, когда огромные флота уже обрушиваются не столько на Корею, сколько на китайское побережье. — Но они вообще позволяли себе заходить в устье рек? — В устье реки, да, доходить до южной столицы Нанкин, брать его штурмом. Имели место отселения, местного населения в глубину территории, потому что разрушались селения все прибрежные. Были мобилизованы все силы Минской династии на борьбу с пиратами. Действительно, это было масштабнейшее, колоссальное явление. — Насколько я знаю, это еще все сопровождалось большими потоками контрабанда, потому что там возникли торговые проблемы с Китаем. — Здесь действительно ситуация достаточно сложная. Почему? Вот это пиратское движение, оно вошло в историографию, как поздний вакуум, поздний японский пират. Но когда начинают разбираться с составом этих пиратских дружин, выясняется, что 90% составляли китайцы. Дело в том, что на протяжении эпохи Мурамачи долгое время осуществлялись дипломатические отношения между Японией и Китаем. Однако эти отношения были обличены в форму приношения японцами дани Китаю. Ну, так требовал китайский менталитет, так они видели с центром в Китае картину мира вокруг цивилизованного государства, варварские королевства, которые признают свою власть. Долгое время японцы на это вполне благополучно соглашались. Да, торговля имела значение большое в экономике и для обогащения тех родов, которые контролировали ее. Даже в междоусобицах одним из мотивов было противостояние, допустим, рода Хосокава и рода Уучи за право снаряжать корабли в Китай. Потому что возможность посылки кораблей была очень ограничена. Всего несколько кораблей в несколько лет. И все это только при наличии разрешающих документов с китайской стороны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опять же, надо, наверное, вспомнить портуальцев преснопамятных, которые завезли огнестрел в страну восходящего солнца. И чем это обернулось? Да, в результате так получилось, что вот эта эпоха внутренних усобиц еще осложнялась тем, что в середине XVI века начинают приезжать в Японию европейские купцы и миссионеры. Да, часто тоже это не совсем точно можно это дифференцировать. Ну, короче говоря, появляется, первое, новый источник информации, да, и, во-вторых, новый источник поставки товаров, да, в том числе и огнестрельного оружия. Этих людей в основном это были португальцы, хотя были и испанцы, и даже итальянцы попадались, но в основном это были португальцы. Их именовали в Японии южными варварами, потому что они с юга приходили. Вот, и та деятельность по обращению японцев в христианство, которое они проводили, она с первоначалу славить очень успешно, да. В основном это были иезуиты. Иезуиты всегда действуют через верхушку общества. И князей, которые правили на острове Кюсю, где так многое творилось в то время, многих из них удалось в христианство это обратить. Ну да, японцам вообще была, да и по сей день присуща веротерпимость. Ну, вернее, я бы сказал так, что эти иезуиты думали, что они этих князей обратили, да, потому что они крестились. Вот. Ну, крестились они по разным причинам, в том числе, желая получить европейские товары, либо желая получить европейское оружие, да. Вот. Ну как, князь, он хозяин своей территории, он дальше говорит, ребята, это нужно покреститься, да. И поэтому донесение иезуитской миссии из Европы Ватикан. Там это фигурирует совершенно огромные цифры обращенных, самые оптимистические воззрения на полную христианизацию Японии и так далее. Чуть ли не каждый 50-й взрослый японец в то время был христианином. Ну, там на Кьюсио намного больше, да. Намного больше. А сейчас каждый сотый в лучшем случае. Возвращаясь к огнестрельному оружию, очень многие сюзерены быстро оценили, насколько оно эффективно в междоусобных разборках. На самом деле, знаете, это очень сложный вопрос. Ведь качество тогдашнего огнестрельного оружия было крайне невысоко. У него не было кучности стрельбы. С 25 метров уверенно попадали в грудь мишени. С 60 метров попадали в ростовую мишень. Причем целились в живот, а пуля летела, куда ей, так сказать, заблагорассудится. Да, могла в ногу, могла попасть в голову. Убойная дальность стрельбы составляла порядка 120 метров. Для того, чтобы произвести выстрел, требовалось потратить массу времени на заряжение оружия. И даже при использовании специальных картриджей пороховых для забивки пули и, так сказать, подготовки ружья к выстрелу, требовалось довольно много времени. Не более трех выстрелов в минуту при очень высокой подготовке стрелка. В Японию португальцы, первые, которые привезли, они завезли мушкеты, пригодные для охоты. С повышенной, так сказать, точностью боя, но со специфическим способом прицеливания. Когда практически пистолетную рукоять прижимали к щеке, они упирали в плечо. То есть это было довольно специфическое оружие. И вот потребовалось довольно много времени, чтобы разобраться, каким образом, так сказать, это оружие правильно применять. Вот считается, что в 1542 году попали образцы оружия огнестрельного мушкета, сразу их оценили, и буквально тут же купили японцы у португальцев два мушкета, тут же наладили их производство сотнями штук, тут же на этот островок Тенегасима у берегов Кьюсио отправились с разных концов искатели приключений, они изучили, как это изготавливать оружие, как его применять, быстро, так сказать, стали распространять по стране. Но вот примеры действительно грамотного применения огнестрельного оружия и эффективного применения, они относятся только к 50-м годам уже. Мушкет – ручное огнестрельное оружие с фитильным замком. Впервые появилось в начале 16 века в Испании, затем в Германии, Франции и России. Мушкет имел калибр около 20 миллиметров и весил почти 10 килограммов. Из-за сильной отдачи первоначально этим оружием вооружались лишь отборные люди – мушкетеры. При стрельбе они надевали на плечо кожаную подушку. Для удобства стрельбы из мушкета применялись сошки – специальные подставки. В конце 17 века во Франции, а затем и в других странах, мушкеты были заменены кремневыми ружьями. Одним из первых военачальников, который понял, насколько эффективным при правильном использовании, может быть, огнестрельное оружие, был Одану Бунага, который выступил исторически первым объединителем страны. Еще в 1555 году при штурме крепости Мураки, он для того, чтобы подавить сопротивление на стенах, сконцентрировал на одном участке фронта всех своих стрелков, и они должны были уничтожать стрелков противника, подавлять огонь противника. Это обеспечило прорыв на этом направлении. И вот эта тактика массирования стрелков, создания эффективного залпового огня, создания огневого вала эффективного, он потом эту тактику неоднократно успешно использовал. Самый знаменитый пример – это знаменитая битва при Нагасину в 1575 году. Да, очень жестокая, надо сказать. Да, очень жестокая битва, когда буквально за несколько часов на поле боя осталась лежать вся конница клана Атакеда, прославленная конница, выигравшая массу побед, массу битвы, и оказалась бессильной против такого массированного применения огнестрельного оружия. Но далеко не все князья смогли оценить вот такие возможности применения огнестрельного оружия. Но, правда, еще один был любопытный нюанс. Поскольку мушкеты изначально, как я сказал, были охотничьи, то довольно быстро ими заинтересовались ниндзя. То есть специалисты именно по террору, по убийствам, по диверсиям, шпионы. И они работали над точностью стрельбы. Использовали мушкеты с удлиненными стволами. Пытались изыскать какие-то возможности для более точного прицеливания. И известно целый ряд эпизодов, когда применяли именно мушкет из засады для убийства. Эта эпоха, эпоха Мурамачи, она во многих отношениях была переломной. Смутным временем, когда закладывались основы системы, получившие полное развитие в эпоху Тогугава. С этой точки зрения эпоха представляет исключительный интерес и исключительное значение в истории Японии. Собственно говоря, это водораздел между средневековьем японским, Чусей, и новым временем, Кенсей. Но именно в силу своей смутности, именно в силу того, что страна распалась на регионы, которые жили совершенно сепаратно, в силу того, что история превратилась в региональную историю, в силу того, что нет единого источника, который бы описал весь этот процесс, эта эпоха до сих пор остается одной из наименее исследованных. И особенно это касается нашей историографии, где нет работы специализированных, посвященных этой эпохе. Следы этой эпохи, они видны очень долго, может быть, они видны даже и сейчас. В Японии так и не удалось чрезвычайно долгое время сформировать единого центра власти. Динамика взаимоотношений между центром и периферией, она другая, нежели чем, скажем, в России. Потому что периферия все время обладает довольно большими полномочиями, подчинить ее не удается. Эта периферия обладает самостоятельностью, она обладает собственным сознанием и собственным чувством гордости. И в результате, мне кажется, что для развития страны это очень хорошо. На этой оптимистической ноте мы завершаем сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас. Субтитры создавал DimaTorzok